Добрый день! С вами Константин Тупикин и мы на канале Мир Приключений и Путешествий. Как я обещал, мы рассказываем про увлечения и интересные направления, которые интересуют наших зрителей. Сегодня мы в гостях у Муслимы Аламовой, и она таролог, специалист в области таро. И сегодня она нам расскажет вообще о том, что такое таро и как его использовать. Муслима, можно узнать вообще, что такое таро? Таро, и я как простой обыватель не очень сильно понимаю, это гадание или психология. Что это такое, простым таким языком? На самом деле таро – это очень обширная система. Гадание, но слово гадание, мы используем это слово, гадание такое общепринятое, слово гадание. Но на самом деле гадание здесь не подходит. Мы не гадаем, мы предсказываем. Гадание – это так, будет, не будет, сбудется, не сбудется. Это как монетку брусить. Да, это вот скорее гадание. Это вероятность какая. А таро, оно, да, оно видит один из наиболее вероятных путей, но на самом деле будущее человека, оно многовариантно. Поэтому это вот, как помните, если сказку, пойдешь направо, там то-то будет налево, то-то прямо, то-то, ну и так далее. Ну, то-то есть таро рассказывает о разных вариантах? Да, то есть мы, как правило, клиент приходит к нам, мы ему даем, ну, подснимать, ну, кто у кого какие методы, да, дает подснимать, то есть заряжает колоду его энергии. И вот его мысли, его настрой, его, как бы сказать, стремление, его настроение, это передается колоде. Это как, вот представьте, вот в компьютере, или как раньше ВМ были, закладываются данные, и ВМ просчитывает, да, и ВМ просчитывает наиболее вероятный ход. Вот таро тоже, как бы, с настроем этого человека, с его мыслями, с его, как бы сказать, стремлениями, в данный момент, именно в данный момент, вот выкладывается расклад. И расклад показывает то, что, скорее всего, случится с ним, если он останется в том состоянии, в котором он, ну, к нам пришел. Если он на следующее утро встал, поменял свои мысли, ну, это, конечно, редко бывает, люди не любят меняться, они хотят, чтобы их поменяли, вот, решил что-то сделать по-другому, и расклад может не сбыться, и, скорее всего, не сбудется, потому что он, ну, изменил свою форму матчу. Ну, то есть человек может влиять на вот эту событийность, да, то есть получается? Может и должен, на самом деле, вообще, как бы, вот, я очень люблю таких клиентов, ну, как бы, с ними работать удобно. Это люди, которые уже заранее знают, что у них будет, вернее, они планируют, они только приходят и корректируют. Вот я сделаю, если этот шаг правильный или неправильный, или, может быть, надо сделать что-то по-другому, или что мне сделать, чтобы было вот то-то, то-то. Вот это нормальный мыслящий человек, но, к сожалению, таких не очень много. В основном приходят и начинают, значит, с того, расскажите мне всё. Ну, что, что значит всё? От сотворения мира и до конца, как сказать, до страшного суда вам всё, что такое всё? Или там, например, расскажите мне про меня. Ну, ещё здрасте, приехали. Ну, что вам рассказать? Конечно, оно и смешно звучит, но на самом деле смеяться часто бывает. Это прямо как анекдот есть такой про золотую рыбку, когда рыбка, я хочу, чтобы у меня всё было, мужик, у тебя уже всё было. Да, вот примерно так же, да, расскажите про меня. Ну, есть у меня, конечно, такой расклад, «Магический квадрат» называется, там обо всём понемножку указывается. На очень долго, наверное, да? Да нет, это довольно быстро. Но тогда по вершкам, получается. По вершкам, конечно, кратко так это. Просто иногда приходят люди, они не знают, что это такое. Ну, вот это часто бывает на мероприятиях, где мы работаем иногда с большим количеством людей. Просто и пойдёт одна, пойдёт вторая. Ну, все идут, и я пойду. А что там делать, я не знаю. И вот сидит, не знает. Ну, когда мы начинаем работать, человек раскрывается. Ну, кстати, это очень важный момент. То есть, получается, что для того, чтобы прийти к торологу, нужно как-то подготовиться, да? То есть, нужно иметь какое-то намерение или какие-то цели, да? Ну, нужно вообще желательно, конечно, да. Потому что вообще в любом жизни, в сознательной, мы должны всегда готовиться и должны иметь какие-то намерения. Потому что, когда мы живём без намерения, мы как листочек, который по осеннему ветру летит. Вот, намерения должны быть. Ну, и желательно, конечно, всё-таки задавать вопросы. То есть, список вопросов каких-то подготовить, которые хочется выяснить? Ну, какие-то списки или что вообще хочется узнать? Потому что, ну, расскажите мне всё, ну, расскажу. Ну, как бы сказать, мы не всегда знаем, с чем человек пришёл. Но иногда часто бывает, что человек просто либо боится. Да, или клиенты приходят и думают, что торолог, он читает мысли и сам всё поймёт. Да, вот это тоже одна из, как сказать, ошибок клиентов, тех, которые приходят к торологу. Приходят и молчат. Я говорю, ну, здрасте, я говорю, какие ваши вопросы? Я говорю, что вы не знаете, что я хочу, да? Да, а ещё я должна вопросы задавать. Вы же-то гадалка, вот вы скажите мне. Ну, я говорю, извините, я не гадалка, я торолог. А потом, я не экстрасенс, я думаю, что вы попали не туда. Я вам не скажу, о чём вы думаете. Хотя иногда, в общем-то, в процессе работы у меня происходит такое, что я вижу человека, о чём он думает. То есть, настройка такая с человеком. Да, при условии, что человек открыт. Очень часто у нас не считывается информация, и кажется, кажешься себе таким ужасным торологом, что вообще ты ничего не умеешь. На самом деле, ну, конечно, не хочется ругаться, но виноват клиент. Потому что он закрылся, он скукожился и не даёт информацию. Мы не можем, в общем, это самое… Вытащить ничего. Вытащить, да. И поэтому сидишь, как первоклассник перед учителем, и чувствуешь себя вообще такой. Вот. Это есть определённый тип клиентов. Поэтому, как бы, иногда это от страха происходит, они боятся. Иногда наручные. Ну, то есть, получается, что психология тоже присутствует в работе торолога. Психология обязательно. Психология, конечно. Очень много таких моментов, прямо, ну, то есть, работы, получается, с клиентом. Ну, то есть, как у психолога, как у консультанта, как у коуча. Ну, очень часто приходится работать как психолог. Потому что, во-первых, конечно, наш настрой, вернее, наша обязанность настроить человека всё-таки, чтобы он… Направильный лад. …шел от нас, да, с хорошим настроением. Даже если у него всё плохо. В любом случае, если плохой расклад, если плохой скот, мы должны сказать правду. Но мы должны сказать это мягко и должны сказать, что это всего лишь прогноз. И давайте посмотрим, чтобы этого не было. Что вам надо сделать? Карты тут же дают совет. Вот в этом отношении Таро и очень разница от игральных карт. Я вот, как бы, игральные карты тоже очень уважаю, потому что, ну, игральные карты очень хороши для людей, которые, ну, мало думают. Но, к сожалению, так. Вот у меня такое впечатление. Может быть, это лично моё мнение. Но есть разные игры. Я прям в защиту игральных карт готов сказать, например, я любитель бриджа. Это игры. Это совсем, скажем так, игра для людей, которые там не думают. Я вот в игры не играла никогда, просто времени нет. А вот именно гадать, вот здесь, конечно, подходит слово «гадать» на игральных картах. Они говорят, очень чётко говорят, но они, как правило, видят один путь. И людям, которые, вот очень многие говорят, вы мне скажите, что будет, и я от вас отстану, всё, уйду. Ну, вот игральные карты, они тут подойдут. Вот у вас будет дорога, вот у вас казённый дом, вот у вас там блондин, вот у вас там любовь, вот письмо и так далее. Вот ушёл всё. Это настолько широкое понятие, что может, что бы ни происходило, можно привязать вот к этому. Человек привязывается. Человек привязывается к этим вот, то, что он услышал, и начинает ждать дорогу, блондина и там прочее. То есть, сабутийный, если он может сам себе создать. Конечно. Благодаря вот этим меткам, скажем так. Да, Таро, оно всё-таки не программирует. Оно предлагает путь. Или пути даже, да? Пути, конечно, да. Ну, наиболее вероятный путь, если человеку он не нравится. То есть, ну вот, например, сейчас можно, да, выложить, будет раскладик показать. Прямо заинтриговали. Ну вот, допустим, сейчас просто я выложу такой вот расклад, ну, как сказать, пробный. Мы не будем определённо кому-то там сейчас задавать, вернее, с кем-то работать. Мне будет интересно, как бы, потом задать некоторые вопросы. У меня есть, когда я к вам шёл, я сформулировал для себя, что я хочу узнать. Но я не прямо сейчас хотел немножко, хотел интриговать. Мы просто выкладываем, допустим, первый путь. Вот, сейчас я не буду комментировать. Вот это такой лёгкий, такой... То есть, рубашками вверх, да? Да, обязательно рубашкой вверх выкладывается, потому что, если мы сразу открыто видим картер, ой, что нам выпадает, и всё, у нас пошло уже эмоции. То есть, наше состояние влияет на расклады. Мы должны в ровном состоянии. Сейчас я вообще об этом расскажу. Вот, допустим, три пути. Вот, выкладываем три пути. Слушайте, как много общего с коучем. В коучинге есть коуч-позиция, так называемая. Это нейтральное состояние удерживать при работе с клиентом. То есть, и здесь прям... Очень много, конечно. Вот, допустим, первый путь. И последняя карта говорит о результате. Но здесь выпала башня, явно, что первый путь нам не подходит. Второй путь. Играфант выходит более-менее. И третий путь. В общем, скорее всего, второй путь. По исходным вот этим трем картам мы смотрим, что... Ну, не вопрос, а ничего у нас тут нет. Это просто вот какой-то пример. Вот первый, допустим, первый, второй, третий. Вот второй путь, тем более... То есть, можно из вариантов... То есть, можно предложить варианты. Получается, что когда идешь к вторологу, лучше иметь какой-то набор вариантов. Задать эти варианты и выбрать из этих вариантов лучший вариант. Да, конечно. Там приходит женщина и говорит, мне вот лучше там за Васю или за Петю. Вот как раз и выходит. То есть, вот как раз начал, это Вася. А там три варианта, говорит, не Вася, не Петя, третий. А еще третий вариант. Ну, как правило, да. Надо искать третий. У меня такие бывают. Клиентки, они так, это очень часто бывает, что там и тот нравится, и этот неплохой. И вот, или наоборот, и тот плохой, и этот плохой. Еще третий какой-то путается. И тоже мне он не нравится. И вот мы выкладываем первого, второго, третьего. И так, на всякий случай, еще кто-нибудь четвертый. И вдруг выходит, что кто-то еще ждите. Ждите еще. То есть, получается так. Знаете, очень интересно получается, ну, вообще, эта консультация торолога. То есть, действительно, переплетение там и психологии, и коучинга там, да, то есть, и вот карт. И мне вот интересно, а когда вообще возникла эта система? Кто ее придумал? Потому что я, например, слышал о том, что Юнг работал с картами Таро. И карты Таро, в том числе, и в основу архетипов, которые он сочинил. Ну, вообще, Юнг, конечно, да. Он вообще мистик был, и он психолог, и мистик был. И, конечно, он работал. Вот. На самом деле, вообще, карта Таро, ну, как бы сказать, если есть, то две точки зрения. Материалистическая, ну, которой я не придерживаюсь, потому что я, как бы, с детства не материалист. Вы больше метафизик. Я метафизик, да. И вот та теория, о которой нам говорили в школе Таро, ну, наиболее такая вероятна, что все-таки это зародилась древняя мудрость, пришла из очень древней цивилизации. Ну, даже, может быть, Лемурия, Атлантида, вот насколько сейчас спорно. Ну, как бы, все-таки есть доказательства, что все-таки эти государства, как сказать, эти верные культуры, цивилизации, они были, существовали. Вот. И есть уже какие-то и люди, которые нашли доказательства к этому. Вот. То есть, считается, что из Атлантиды, да, из Атлантиды, ну, Атланты были очень мудрые люди, но, к сожалению, технократия вот это вот их, как бы, вот это вот, их погубило. Погубило, да. Но мудрецы Атланты, они успели скрыться, прежде чем Атлантида погибла. И они, как говорит предание, высадились на берегу Древнего Египта и передали древним египетским жрецам. То есть, в Древнем Египте использовали, да? Да, старшие арканы, они были нарисованы там в египетском храме, да, на стенах. Они использовались как для посвящения, ну, неофита, там, в определенной какие-то там степени вот жречества. Вот. Но и в Древнем Египте тоже, как мы знаем, цивилизация погибла. И когда уже вот, ну, жрецы понимали, что там идут, как бы, орды нашествия всякие, вот, и что делать с мудростью? Потому что уничтожалось все. Ну, тогда вот и мусульмане завоевывали Египет, и уничтожали, и Александрийскую библиотеку также сожгли, потому что считалось, что это все невежество, как они, куфор, невежество, неверность, неверные. Вот. Они решили, что делать с картами Тару. Ну, один жрец предложил, давайте это доверимся добродетели. Ну, добродетель недолговечен. А другой предложил, давайте это все отдадим людям, и как азартная игра, то есть порог. А порог не истребим. Вот сколько не пытаются что-то такое убрать, люди все равно будут это делать. Никак, ничем. И вот как бы бросили в народ, как и в виде игральных карт. И, в общем-то, это все было. Ну, старшие арканы все-таки как-то они зашифровали, и они были очень глубоко спрятаны. Вот это я точно не могу сказать, это надо заниматься уже историей Таро. Что, во всяком случае, в средние века... Всплыло это знание. Всплыло, да, все это в средние века, когда во времена крестовых походов из Европы пришли рыцари. Многие шли туда именно за знаниями. Не просто там осубать гроб Господень, или там пограбить золото. Кого были, конечно, какие намерены были, и вот тамплиеры. Да, вот это как бы они искали эту истину. И вот эти рыцари, они принесли в Европу уже Таро. Знание Таро, да? Да, знание Таро, но на них на Таро не гадали. На Таро не гадали, ну, для мистики, да. Ну, и также еще вот эти карты использовались, игра в Тарок, и различные там пасьянцы. То есть использовали как игральные карты? Да, как игральные карты, да, и раскрала какие-то там были особые. Сейчас тоже существует игра в Тарок, но даже ни разу не интересовалась, что это такое, потому что как-то, ну, не до игрушек. Все-таки, вот. И были, это первая колода, которая известная, и колода Висконти Сфорца. Это две итальянские семьи. По-моему, девушка была Висконти, а мальчик был из родов Сфорца. Вот, их поженили, это такая богатая чета была, и на свадьбу подарили колоду, отчеканную на медных пластинках. Вот, и эта колода вот легла в основу уже всем остальным колодам, с нее там делали копии. То есть это первоначальная европейская колода такая? Да, такая европейская колода. Вот, потом, значит, Таро напечатали в Марселе, то есть Марсельское Таро, отсюда пошло. Вот, и первый Таролок, это был Гранд Этейла, который уже по-настоящему гадал, и который зарабатывал на этом деньги. Вообще, он, как, опять же, гласит преддание, это был конец 18 века. Вот, он был парикмахер, ну, видимо, ходил по салонам, и там что-то там. Если бы у него был свой салон, и к нему приходили. У него был, да. Вот, ну, как бы, он увидел там эти карты, сообразил, что это не все просто так. Потом он создал свою колоду Гранд Этейла, и стал на них работать. Вот, как бы, в общем, вот так пошло уже, как бы сказать, это как работа. Именно как предсказательная работа. Да, как предсказательная работа. Уже он, как бы, официально за это брал деньги. Ну, дальше уже вот Марсельское Таро, и так далее, в общем, Таро, до начала 20 века. Что произошло в начале 20 века? В начале 20 века, ну, конец 19-го, начало 20 века, был такой в Англии орден Золотой Зари, очень известный. Ну, туда собрались все самые такие важные маги. Вот, это был орден, где производилась, ну, некая такая, скажем так, как лаборатория научных исследований, да, мистики. То есть, это именно ритуалы с точки зрения вот исследования всего. И, ну, правда, конечно, к сожалению, они все перессорились, и через 18 лет этот орден распался. Ну, очень много этот орден дал вообще для современной магии, современной терологии. Вот, как бы, ритуалы, которые были в Золотой Заре, они используются до сих пор. И из ордена Золотой Зари, вот, вышел как раз автор колоды, вот, которую я держу в руках. Это таро Райдера Вейта, на которой, в общем-то, мы все учились, и которая до где-то середины примерно 20 века, ну, где-то чуть побольше, была основной колодой. То есть, это самая известная колода. Да, самая известная. В чем ее отличие? Марсильское таро, оно не было прорисованным. То есть, младшие арканы, там уже злые-то были, жезлые. То есть, без картинок, да? Без картинок. Старшие арканы, да, картинки были. И были карты двора, тоже картинки. Остальное все были диски, там, кружочки, мечи, там, мечи и так далее. То есть, на ней было трудно предсказывать, потому что, ну, надо знать было. Они похожи друг на друга были, да. А Артур Вейт, он прорисовал младшие арканы. То есть, она получилась вся такая вот прорисованная, вся такая красивая, красочная. И не зная ситуации, вот, например, что по этой карте можете сказать? Ну, тут и так сюжет понятен, да? Тут богатый человек дает бедным какие-то богатства. Ну, то есть, наверное, эта карта гласит о том, что придет какое-то откуда-то. Вот, все правильно. Видите, как бы, вот вы не знаете, даже вообще карту первый раз, наверное, видите. Вы можете уже сказать. То есть, я нашла карта. Она подсказывает картинка сразу. Карта спонсорства, карта получения денег. То есть, как бы, вот так вот. Поэтому на ней стало очень легко работать. И эта карта колода завоевала весь мир. Ну, называют Райдер Вейт. Райдер – это человек, который спонсировал. Вот, а Артур Вейт – это автор колоды. А рисовала ее Памела Смит. Художница, она тоже была мистик. То есть, целая команда работала. Там создают свои. Ну, в общем-то, это неплохо, потому что каждый видит свое видение. Это очень хорошая вещь. И очень много тематических колод. Там специально есть эротика, есть работа, есть психология, есть взаимоотношения и так далее. Вот. Так что... Юнг работал с такой же колодной? Юнг работал... Ну, у него свои были карты. Он сам создал тоже, да, свои карты? Да, мы были все-таки свои, да. Вот, поэтому... Очень интересно, очень познавательно об истории Таро. И следите за новостями на нашем канале. Вы узнаете о том, какие колоды бывают в следующем видео. И какие бывают расклады. Много интересного еще нам поведают о Таро. Будьте с нами на нашем канале. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok